Уважаемые дамы и господа, на вас возложена почётная и ответственная миссия представлять ваше государство в Российской Федерации, содействовать развитию двухсторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях. У нас общая заинтересованность в том, чтобы ваша работа была эффективной и успешной. Вы возглавляете посольство в непростой период, когда ситуация в мире становится всё более неспокойной и, к сожалению, нестабильной. Нарастают неурядицы в мировых финансах, в глобальной экономике, и кризис приобретает, к сожалению, затяжной системный характер. На днях открылась очередная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. В нынешней сложной международной обстановке это хороший повод, чтобы вспомнить о неприходящем значении Устава ООН. В нём заложены принципы коллективного управления международными отношениями, учреждения справедливого мироустройства при уважении суверенитета и равенства всех государств. Эти принципы нацеливают на решение любых проблем через переговоры, без вмешательства извне. Строгое следование этим принципам как никогда востребовано сегодня. Верховенство права должно быть обеспечено на международной арене точно так же, как и в самих государствах, внутри государств. Это напрямую относится к процессам в горячих точках планеты, прежде всего, конечно, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Подстрекательство в разных формах, продолжение насилия с целью смены режима заводит ситуацию только в тупик. Насилие порождает насилие. Выход видим в скоординированных действиях международного сообщества, нацеленных на мирное политико-дипломатическое урегулирование кризисов, на побуждение противоборствующих сторон к прекращению вооружённого противостояния. Считаем, что ценность человеческой жизни превыше всего, и она не должна быть разменной монетой в геополитической игре. Считаем необходимым наращивать совместные усилия по противодействию террористическим угрозам и экстремизму, где бы то ни было – в Ливии, Ираке, Йемене, Сирии, Египте, Афганистане. Двойным стандартам здесь не может быть места. Террористам надо дать жёсткий и единодушный отпор. При этом следует уважать культурные ценности и религиозные чувства любого народа. Вся история многонациональной и многоконфессиональной России свидетельствует о безальтернативности сохранения гражданского мира и согласия в обществе. Ещё раз подчеркну, без опора на международное право невозможно вести дела в современном мире. Попытки подменить универсальные принципы Устава ООН односторонними действиями или некими блоковыми договорённостями и тем более применять силу в обход Устава ООН до добра, как известно, не доводят. Такие действия чреваты дестабилизацией и хаосом. И так называемое управление кризисом не работает. И в последнее время жизнь дала нам ещё доказательства нашей правоты. Пора извлекать уроки из того, что происходит. Здесь присутствуют послы стран, чьи руководители участвовали недавно во Владивостокском саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Хочу сразу сказать, что мы удовлетворены результатами нашей совместной работы во Владивостоке. Удалось заложить неплохую основу для последующей работы по развитию торговли, инвестиционной деятельности, транспортной инфраструктуры, обеспечению продовольственной безопасности и поощрению инноваций. Хотел бы обратить особое внимание на важность интеграционных процессов с участием России, Белоруссии и Казахстана. Это потенциал Таможенного союза и единого экономического пространства, а в перспективе и Евразийского экономического союза очень большой. В ближайшие годы Россия будет председательствовать в ведущих международных форумах, таких как «Двадцатка», «Восьмёрка», «Брикс» и Шанхайская организация сотрудничества. Мы сделаем всё, чтобы способствовать укреплению позитивных тенденций в глобальной экономике и в мировых делах. Отмечу, что в целом мы будем продолжать активно проводить объединительную и открытую внешнюю политику. Надеюсь, что вы будете отслеживать происходящее в России и оценивать всё, что у нас происходит объективно. Уважаемые дамы и господа, мы высоко ценим взаимодействие с королевством Таиланд, в основе которого искренняя дружба между нашими народами, богатый опыт торгово-экономического сотрудничества. Провели во Владивостоке полезную встречу с премьер-министром Ченават, условились активизировать наши связи. Атмосфера взаимопонимания характеризует и российско-мальтийское отношение, способствующее обеспечению стабильности в Средиземном море и в Европе. Наш важный партнёр в Латинской Америке и АТР – Республика Перу. Уверен, что итоги состоявшихся также во Владивостоке переговоров с президентом Мамалой послужат углублению двухсторонних контактов и отношений. Настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Восточной Республикой Уругвай, уделяя большое внимание продвижению совместных бизнес-проектов. Удовлетворены прогрессом в отношениях с Республикой Сингапур. Действительно, эти отношения набирают обороты, прежде всего в сфере модернизации и инноваций, в энергетике, подготовке кадров, в управлении особыми экономическими зонами. Взаимодействие с Болгарией опирается на традиции дружбы и взаимные симпатии наших народов. В следующем году мы совместно отметим 135-летие освобождения Болгарии от османского ига. Реализуются крупные экономические проекты, ведётся подготовка к строительству болгарского участка к запроводу «Южный поток». На повестке дня многопланового взаимодействия с Киргизией выполнение достигнутых в Бишкеке важных договорённостей. Они, уверен, послужат не только углублению двустороннего стратегического партнёрства, но и укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Примером подлинного допрососедства служат наши отношения с Финляндией. Расширяются давние торговые и инвестиционные связи, доверительный политический диалог. Наше государство конструктивно взаимодействует по линии партнёрства России и ЕС на площадке ООН и во международных региональных структурах на Балтике, Севере Европы, в Арктике. Успешно развивается стратегическое партнёрство и союзничество России и Казахстана. Развитие отношений на этом направлении, работа на этом направлении, безусловно, относится к одному из приоритетов российской внешней политики. Наши страны активно выступают за углубление интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Убеждены, что от слаженности этих усилий во многом зависит успех проекта создания Евразийского экономического союза. Отношения с Федеративной демократической республикой Непал освобождены от каких-либо проблем, основаны на близости интересов и подходов по широкому кругу вопросов региональной и мировой политики. Поддерживаем мирное, конституционное развитие ситуации в Непале. Всё более насыщенным становится взаимодействие с Туркменистаном в политической, торгово-экономической, инвестиционной областях, а также в культурно-гуманитарной сфере. Готовимся принять участие в проводимом в начале ноября в Ашхабаде саммите СНГ. Выстраивание отношений с молодым государством, республикой Южный Судан – важная составляющая усилия России по содействию развитию в Африке. Надеюсь, что становление Южно-Суданского государства и экономики создаст немало возможностей для реализации совместных проектов. Народы России и Черногории изданно симпатизируют друг друга. Двусторонние отношения динамично развиваются. В частности, российский капитал охотно идёт в черногорскую экономику. Растёт поток наших туристов. Просматриваются хорошие перспективы активизации сотрудничества с государством Брунея-де-Расселла. С учётом председательства Брунея в 2013 году в ОСЕАН рассчитываем на интенсивный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и устойчивого развития. Большое значение придаём отношениям с Федеративной республикой Нигерия, которая играет значительную роль на африканском континенте. Мы готовы расширять, углублять наши контакты, в том числе по противодействию терроризму и региональному экстремизму. Развиваются наши связи с Гватемалой. Приветствуем предстоящее в октябре председательство Гватемала в Совете безопасности ООН. Рассчитываем на совместную работу по актуальным международным вопросам. Важное место в российской политике на Балканах занимают отношения с Боснией и Герцеговиной. Как гарант мирного соглашения по БИК Россия выступает за его неукоснительные соблюдения, что является отправной точкой для строительства современной и демократической Боснии и Герцеговины. У нас имеются хорошие заделы для сотрудничества в экономической, в первую очередь в энергетической сфере. Особые братские отношения связывают Россию с Белоруссией, нашим ближайшим соседом и надёжным партнёром. Интенсивное взаимодействие в рамках союзного государства, интеграционных структур на постсоветском пространстве направлено на дальнейшее повышение конкурентоспособности наших национальных экономик и качества жизни граждан обеих стран. Готовы и дальше углублять разноплановые и доверительные контакты, диалог с Минском, вместе работать по международной повестке дня. Намерены развивать связи с Республикой Гондурас в интересных стабильностях в Центрально-Американском регионе. В этом году исполнилось 40 лет со дня установления дипломатических отношений с Республикой Нигер. Уверен, что положительный опыт сотрудничества будет использован для нашего дальнейшего взаимодействия. Готовы и далее выстраивать двусторонние контакты с Буркино-Фасо в конструктивном, взаимовыгодном ключе. Приветствуем намерение этой страны открыть своё посольство в Москве. Уважаемые дамы и господа, вы представляете 21 страну практически все континенты – Азию, Европу, Америку и Африку. Мы ценим и дорожим добрыми отношениями с каждой страной. Российские власти будут оказывать вам всяческую поддержку и содействие в вашей работе. Надеюсь, что ваше пребывание и ваша работа в нашей стране будет ассоциироваться не только с напряжённой деятельностью, но и оставит приятные воспоминания. Желаю вам успехов. I wish you every success. Спасибо. Thank you for your attention.